Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем после матча пресс-конференцию. Вам тренер футболевого клуба «Рубин» Рашид Маткулович Рахимов. Пожалуйста, ваши вопросы. Давай, Саня, давай, ты первый сразу. Рашид Маткулович, добрый вечер. Рады вас видеть. Для тебя он добрый? Ну, в любом случае, вы шесть матчей без поражений, пять матчей на ноль, прошу прощения и с таким багажом положительно приезжаете в Москву, встречаться с «Динамо» и играете хорошо, подтвердил это, вот тренер Ричко сказал, почему вы в втором тайме не смогли, так сказать, играть первым номером, потому что не дал «Рубин». Это понятно, что играли не, скажем, не хуже, а может быть, в каких-то моментах и лучше, чем «Динамо». Это не комплимент? Ты продолжай дальше, я послушаю тебя. Хорошо. Я не буду продолжать, я просто хочу сказать одно. Единственный вопрос с реализацией момента и с нападением. Видно, что команда мало забивает. И сегодня было видно, что команда и не реализует свои стопроцентные моменты, которые, я так скажу, до 85-й минуты, если вот эти последние моменты зачеркнуть у «Динамо», то у «Рубина» их было больше, стопроцентные практически. Будете ли вы, с учетом уже вашего выступления в премьер-лиге сейчас с такими успехами, то есть будете ли вы укомплектовываться, так сказать, дальше и будете ли вы думать о выселении нападения? Ну, давайте по игре, да, скажу. На самом деле, я и сейчас в раздевалке команде сказал о том, что поражения, они все равно когда-то случаются, да, и любая серия заканчивается. То, что у нас закончилась серия, то, что сегодня проиграли, но вот такие поражения, они болезненные и обидные. Но гордость за то, что вы делаете на поле, да, она остается. Я вижу ваш характер, я вижу вашу организацию, я вижу вашу уверенность в себе. И если мы берем по составам, то понятно, что очень качественные футболисты у «Динамо», во всех позициях, если посмотришь. Но сегодня я сказал, ребята, вы не уступали вообще ни в чем. И вы показали очень хороший футбол. А значит, вы двигаетесь в правильном направлении. И нужно из-за этих поражений брать позитивное. А позитивного было очень много. Реализация моментов, этим мы страдаем уже с самого начала. И я сказал о том, что даже анализируя до матча, я делал просмотры и видеоаналитику с командой, по так называемому XG, которые мы не добрали, где-то 7-8 ячеек как минимум, там показано все это, да. По тому, что возле наших воров создаются, мы вообще идем на втором месте, да. Мало очень, да, создаются. Но реализация у нас страдает, ему нужно это делать. И еще одну аналитику я провел. Это за тур до этого, где я смотрел, ну, выше 50% возможностей реализации. Я не брал дальний удар, я брал ближе к штрафной. Все это у нас было таких моментов в общей сложности от 50% до 100, около 28. И я говорю, нам нужно над этим работать. Над этим нужно работать и, естественно, добавлять качество. С руководством мы разговаривали, руководство все прекрасно понимает, да, и сейчас мы будем определять наши возможности и какие еще усиления приобретения мы должны будем сделать, потому что сегодня мы видим, что все-таки достаточно хороший шаг вперед был сделан. Останавливаться нельзя. Останавливаться – это значит катиться назад. Поэтому мы все это прекрасно понимаем, и сейчас в зимнюю паузу попытаемся некоторые позиции, естественно, еще усилить для того, чтобы и по ходу матча мы могли все-таки добавлять. Поле внесло какой-то корректировки в подготовку? Поле дало возможность играть в хороший футбол сегодня. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот эта серия не была ли психологическим таким вот моментом к тому, что вот боялись, может быть, забить или просто действительно... Не, 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 ни в коем случае. Вот как раз психологическая уверенность была. И я прекрасно понимал, забей мы первыми, забить бы нам было очень сложно. Да, нам было бы очень сложно забить, потому что при организации игры в обороне мы достаточно уверенно себя чувствуем, а выходы из обороны в атаку у нас хорошие. И моментов таких было достаточно и сегодня. Но, к сожалению, вот как раз перед пропущенным мячом у нас был выход 4 в 2, 4 в 1, и когда Даку отдает хорошую передачу Ранджиловичу, и он не попадает, как раз этот момент забиваешь ты, но следующая атака ты получаешь. Я не увидел ничего страшного в этом, естественно, потому что, ну, рано или поздно это случится. Ты же не можешь играть постоянно на ноль и не пропускать в течение 10-15 игр. Это сложно, очень сложно. Потому что все-таки на поле 11 человек, и соперники тоже хотят создать моменты какие-то, они бывают, и тебе обязательно могут забить. Но реакция команды на пропущенный мяч была очень хорошей. Они добавили сразу агрессию во втором тайме, сразу стали играть более быстро при контроле мяча. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!